Добрый день дорогие друзья. Мы в рамках серии интервью с участниками форума «Биржевой товарный рынок», который проводит СПБ МТСБ, представляем вам интервью с участниками панельных дискуссий, со спикерами форума. Сегодня рады приветствовать Максима Дьяченко, управляющего партнера компании «Петролиум Трейдинг», известная на рынке компания, одного из ведущих участников торгов на «Бирже». Итак, от лица трейдерского сообщества рады видеть Максима в составе спикеров. И начнем, наверное, с того, с какой основной проблематикой вы выходите на форум. В первую очередь, какой вопрос хотелось бы обсудить. Добрый день, Илья. Коллеги, спасибо за приглашение на форум, за сегодняшнюю встречу. Главное, знаете, проблема, которая интересует нашу компанию, меня лично, это, конечно, постановка вопроса о перспективах дальнейшего развития рынка в целом и тех направлений бизнеса, которыми мы занимаемся. В первую очередь, конечно, поставки нефтепродуктов, торговля нефтепродуктами на бирже, брокерские услуги нефтепродуктов. Мне кажется, что именно этот год, он внес такую очень серьезную неопределенность в вопрос, связанный с дальнейшими перспективами рынка нефти и нефтепродуктов. И, соответственно, дискуссия, на мой взгляд, определение тех векторов развития дальнейшего становится все более актуальной. Мое личное мнение заключается в том, что развитие биржевой торговли в целом рынка нефтепродуктов – это дело не только регуляторов и организаторов торгов в лице биржи, это задача каждого участника, всех тех, кто приходит покупать, продавать нефтепродукты. И, соответственно, мы совместно должны определять, что нам нужно для того, чтобы наши сделки были более эффективными, чтобы наши затраты и издержки снижались, чтобы мы становились более конкурентоспособными. И лично я думаю, что таким важным вехом развития, и я вижу, что в последнее время вот эти идеи все больше получают распространение, является, конечно, срочный рынок. Это практики, которые приняты во всем мире. Нам не нужно изобретать велосипед. У нас развитие тоже идет, к сожалению, не так быстро, как мне хотелось бы лично. Вот в то же время мы обладаем огромным потенциалом, на мой взгляд, как раз кризисы, подобные тому, что мы видим сейчас, когда есть высокая волатильность, когда есть неопределенность со спросом и с предложением в будущем. Это хорошие предпосылки для того, чтобы менять свои подходы. В том числе биржевая торговля позволяет, ну и торговля фьючерсами, деривативами позволяет выстраивать работу в полностью удаленном формате. И сейчас становится, как нельзя, как актуально. Ваше видение, вот 12 лет торгов на МТСБ нефтепродуктами у нас, вот ваше мнение, ваш взгляд, как изменился рынок? Какую-то метафору, пытаюсь подобрать, интересную такую, это знаете, как примерно, как мы перешли из каменного века в железную, наверное, или нет, в индустриальную эпоху. Вот, наверное, настолько, на мой взгляд, изменения произошли с точки зрения качества отношений, с точки зрения бизнес-практик, даже с точки зрения этики, прозрачности. Если, знаете, такая метафора, 12 лет назад, чтобы купить нефтепродукты, надо было иметь прямой договор. Соответственно, что было очень сложно, заключение прямого договора занимало, ну, если не было каких-то там связей, да, в компании, то это полгода, может быть, и год ты заключал договор. После этого абсолютно непрозрачная система ценообразования, покупки там один-два раза в месяц, может быть, три раза в месяц, большое количество разнообразных поставщиков и непрозрачных посредников, огромные риски и позиция покупателя, такая, знаете, как в низком поклоне по отношению к владельцу ресурса. Я хочу сказать, что компания Petroleum Trading, представителем которой я являюсь, в принципе, существует именно только в парадигме биржевого рынка, да, и у нас 98% наших объемов сделок все проходят через биржу, и согласование вне биржевого договора у нас проходит там с коэффициентом риска существенным, да, потому что это во многих отношениях более рискованным, более непрозрачный, непрогнозируемый и, соответственно, менее привлекательный вид отношений. И зачастую компании, которые работают не через биржу, да, у них какие-то есть ограничения в виде их там плохого финансового состояния или очень какой-нибудь непрозрачной структуры владения или каких-то еще вещей, да, потому что все остальные компании уже работают на бирже. И колоссальные изменения в то же время, я уже говорил об этом, да, мне хотелось бы, чтобы мы не почивали на лаврах все вместе, а думали, как нам из эры индустриальной перейти дальше, в эру цифровую, в эру, ну, в принципе, в той, в которой находятся уже современные развитые рынки. И в чем, я думаю, у нас есть большое конкурентное преимущество, я в целом имею весь рынок, да, в том, что, во-первых, у нас сообщество довольно-таки небольшое относительно, и мы можем в сообществе действительно на таких формах обсудить все совместно, да, и будет политическая воля, большое количество единомышленников как-то динамично двигаться. Вот, а второе, ну, мы можем смотреть лучшие современные практики и очень быстро их адаптировать к нашей реальности, потому что, ну, повторяюсь, тот же срочный рынок, да, он уже есть развитые примеры в мире, и, ну, просто по лекалам можем идти опережающим темпом развития. Вот, ну, если подытожить, изменения колоссальные, даже всех так не рассказать, и мне очень хочется надеяться, что это изменение будет устойчивым, и мы никогда не вернемся в прошлое биржевого рынка. Смотрите, ну, вот в этом году, конечно, жизнь преподнесла нам сюрприз в виде пандемии. Расскажите, пожалуйста, как пришлось работать в этих условиях, может быть, какие-то советы коллегам? Мы работаем не на Луне, у нас в России два офиса в Москве и в Омске, по 16 марта мы ушли все на удаленку, и, собственно, с удаленки мы не возвращали. Когда вы только уходили на удаленку, мы предполагали, что у нас существенным образом произойдет падение производительности труда и эффективности наших операций, и мы с сотрудниками договорились, мы установили системы мониторинга бизнес-процессов наших по основным точкам, по программному обеспечению, в котором работают сотрудники, для того, чтобы посмотреть, насколько произойдет падение, исходя из этого, корректируя наши планы, может быть, секвестр бюджета производить какой-то. А оказалась обратная ситуация, мы не тратим время на дорогу, на работу и с работы, мы меньше тратим время на обед, меньше тратим время на кофебрейки какие-то, на разговоры отвлеченные от работы, и продуктивное рабочее время в компании выросло. Наверное, это стало важным фактором того, что, в принципе, компания в кризис хорошо справляется, и мы даже показываем устойчивый рост, хотя, конечно, знаете, мы сотрудничаем со Сбербанком, в Москве находится на оружейном переулке, и я там редко бываю, когда мы подписываем какие-то кредитные договора, и офис находится на 20 каком-то этаже, и видно пробку, которая стоит у Тверской, на Садовом кольце. Она стоит 24 часа в сутки, по-моему, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И я всегда в шутку говорил коллегам, говорю, ну вот кризис у компании и у рынка нефтепродуктов будет тогда, когда пробок здесь не будет. Вот это время, когда был локдаун, да, там не было пробки. И, собственно, мы такой кризис не могли смоделировать даже, честно говоря, да. И это было таким шоком, я думаю, для всего рынка, да, когда падение потребления нефтепродуктов на 70 процентов. И, знаете, важная штука, что когда все внезапно оказались дома, если бы не было биржи, да, то как это вообще можно было бы осуществлять работу? То есть, вы знаете, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо коллегам всем с биржи, да, то, что вы в кратчайшие сроки смогли организовать удаленную работу, то, что она, по сути, не останавливалась, мы смогли продолжить нормально функционировать. Ну, и то есть это позволило в целом обеспечивать рынок, потому что если бы помимо локдауна было бы еще и слом каких-то вот товарных отношений, это была бы, конечно, катастрофа. Вот. Отдельно большую работу очень провели наши айтишники, да, чтобы обеспечивать работоспособность всех процессов. И мы в этом плане усиливаем команду, конечно, хотя это очень сложно, но это, наверное, такой важный совет, то, что большой уклон делать в сторону айти для того, чтобы процессы автоматизировать и для того, чтобы экономить на затратах. Вот. Ну, и тот вызов, который мы видим, который, знаете, пока еще не осознали, не знаем, как его преодолевать, но все-таки удаленная работа и живое общение – это разные вещи. И находясь в таком некотором информационном вакууме, взаимодействия с коллегами, с партнерами, только в деловом качестве, да, но не позвонишь по Zoom для того, чтобы пойти пообедать вместе, да, не поговоришь о том, отвлеченно на совещании, как у тебя там дела, как дети, как семья, какие-то вот эти, знаете, small talk, который делает нас ближе друг к другу, да, делает нас людьми, вот эти вещи, они из нашей жизни пропали, и, соответственно, здесь надо как-то специально прикладывать усилия для того, чтобы просто собираться, встретиться, позвонить друг другу, спросить, как у тебя дела, вот, потому что, ну, все мы находимся в одинаковых условиях, и очень важно, что это продолжается, да, неопределенность, она никуда не девается, неизвестно, когда это все закончится, вот, и нам надо прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы, знаете, оставаться людьми, а не только картинкой на экране, для того, чтобы как-то поддерживать друг друга и быть внимательными друг к другу, наверное, вот это. Да, Максим, итак, мы будем продолжать разрушать этот информационный вакуум, заполнять его в том числе и на нашем крупном событии 9 декабря. Что бы вы хотели пожелать участникам накануне форума «Державый товар мирный»? Вообще я отношусь к форумам как к очень важному инструменту для работы, это возможность быстро погрузиться, увидеть широкую картину, понять, чем живет рынок, куда он движется, понять основные тренды, направления, и всегда вот эти знания со всех формов таких событий наша компания использовала для развития бизнеса своего и, наверное, успешно, я так думаю. Вот, и, собственно, желаю вам прийти туда, послушать, из каждого выступления попробовать вытащить одну главную мысль, одну доминанту, что самое важное, что, на ваш взгляд, заслуживает вашего внимания. Так как форум будет проходить в онлайн-офлайн режиме, то самая непростая задача, которую мы все не привыкли делать и как бы интуитивно не знаем, это как нам общаться, как задавать вопросы, вот этот вопрос коммуникации, поэтому я, наверное, желаю всем отнестись к этому внимательно, разобраться, как будет это функционировать и взаимодействовать, действительно задавать вопросы для того, чтобы нам всем было понятно, а что же нас всех интересует, вот. Ну и такое более долгосрочное, широкое пожелание коллеги отнести с вниманием к срочному рынку нефтепродуктов. Это будущее рынка в целом, это основной мейнстрим, это точка роста, точка снижения рисков, точка повышения эффективности, прогнозируемости и большей устойчивости вашего бизнеса. Через пять лет вы посмотрите это видео и поймете, что я действительно был прав, потому что срочный рынок будет уже больше, чем рынок нефтепродуктов сейчас. С вами был Максим Дьяченко, управляющий партнер компании Petroleum Trading, Илья Ольков, руководитель пресс-службы СПБ МТСБ. Дорогие друзья, до встречи 9 декабря на нашем ежегодном форуме «Биржевой талантный рынок 2020». До свидания. До свидания.